Музей Пермских Древностей Музей Пермских Древностей Музей Пермских Древности Наша трансляция в некотором роде уникальна, это уникальный опыт. Возможно, вы знакомы с таким форматом общения науки со зрителем, как различные научные бои, или, допустим, лектории, которые организуют Science Park. Но у научных боев есть одна очень неприятная особенность. Когда человек с кем-либо спорит, он с большим трудом соглашается, что он не прав. В данном случае именно лучшие мировые ученые и, как минимум, лучшие отечественные ученые представят свои знания широкой публике. Сам лекторий пройдет в Москве, но здесь у нас в Перми будет организована онлайн-трансляция. Проще говоря, вы сможете, не уезжая далеко, не выбираясь в Москву, сэкономив деньги на авиаперелете, тем не менее попасть в центр этого замечательного научно-просветительского движения. Сейчас мне хотелось бы сказать спасибо организаторам форума и, в частности, порталу антропогенез.ру. Позвольте познакомить с одной из книг, которые издает при участии этого портала и ученых, которые работают на нем, мифы об эволюции человека. Очень симпатичный рептилоид, который катает на себе верхом неандертальца. У нас будут немножко и про рептилоидов, и про неандертальцев, а также про космос, инопланетян и многие другие вещи, которые, наверное, интересуют каждого человека. Давайте я вам представлю нашу программу. Начнем мы примерно в час дня открытия форума. Но я хотела бы вам предложить подойти немного пораньше, чтобы вы успели посмотреть экспозицию нашего музея пермских древностей мамонтов, звероящеров, динозавров, да, и непременно сделать селфи с маленьким симпатичным мамонтенком. Примерно в час 05 мы приглашаем всех любителей космоса на лекцию Виталия Егорова «Коты, бизоны, пехотинцы Марса, Красная планета» по версии некоторых мировых СМИ. Виталий Егоров содержит научно-популярный паблик о космосе «Зеленый код», в котором рассматривают популярные мифы о нашей Вселенной именно с позиций инженера, техника и, конечно же, астронома. В час 45 будет лекция Михаила Бубнова от специалиста по теории взрывов «Разрушая миф о Махеджи-Даро – суперкомпьютер ломоносов против ядерной войны древности». Махеджи-Даро – это город на территории нынешнего Пакистана, который сейчас является объектом археологических раскопок. И там были найдены некоторые странности, в частности, то, что некоторые дома явно были разрушены неким таинственным катаклизмом. Из-за этого многие газеты любят приписывать абсолютно невероятные факты, что, возможно, это была ядерная война, нашествие или удар пришельцев, или взрыв лазера. Что же это было на самом деле, вы как раз узнаете из первых рук. Ну, в 2 часа 25 минут, 14-25, мы можем узнать, не повторим ли мы судьбу динозавров и пермских звероящеров на лекции Алексея Собисевича «Легенды и мифа о супервулкане». Супервулканами вулканология и геология называются те вулканы, при извержении которых могут даже наступить колоссальные климатические последствия. Например, так называемая вулканическая зима. Известный супервулкан, например, на территории нынешнего Елунстонского национального парка. Иногда в газетах встречается такая затаенная злорадность о том, что, может быть, в Елунстоне взорвется супервулкан, наступит вулканическая зима, и все американцы замерзнут. Случится ли это? Вот вы как раз и узнаете на лекции, которая начнется в 2 часа 25 минут. В 3 часа 5 минут наступит кофебрейк в Москве. Но для тех, кто не голоден, а я думаю, вы к этому времени только наоборот захотите еще больше знаний, Станислав Дробышевский, научный редактор «Антропогенез.ру», будет отвечать на вопросы зрителей, собственно, лектория на фоне черепов. Если что, я поясняю, Станислав Дробышевский – это как раз один из самых видных отечественных антропологов. И если уж кто знает, как именно человек произошел от обезьяны и от кого произошла обезьяна, то это как раз именно он. Недавно Станислав издал целых две научно-популярные книги с очень характерным названием «Достающее звено». После кофебрейка всем, кто хочет разобраться, где фантазия, где ложь на тему истории Древней Руси, Павел Колосницын приглашает на лекцию «Археологи скрывают. Тайны Великого Новгорода и официальной археологии». Давайте начистоту. Очень часто можно услышать националистические мифы о том, что русский – самый древний народ, самый древний язык – это, естественно, современный русский язык, но, вообще-то говоря, это выглядит даже для неспециалиста неправдоподобно. Однако, людям очень хочется верить в сладкую ложь. Если вы хотите узнать из первых рук, из тех, кто действительно занимается археологическими раскопками в Новгороде, и кому, в общем-то, нечего скрывать, приходите на эту лекцию. А если вы отдыхали в Египте хотя бы раз и хотя бы раз слышали от гидов о том, что Египет и египетские пирамиды построены в незапамятные времена, невоспроизводимыми в нынешнее время технологиями, советую посетить в 4 часа 5 минут, 16.05, лекцию «Мифы о строителях пирамид. Голодные рабы, сытые атланты, лазеры в каменоломнях, экономика и логистика древнего царства». Лектор Максим Лебедев. Он, собственно, неоднократно уже выступал и написал много интересных статей для портала «Антропогенез». А если вы хотите сами, например, на даче попробовать построить для себя египетскую пирамиду, вам для этого потребуются настоящие практические знания. И вообще, говорят, те самые таинственные технологии древних египтян воспроизводимы. Воспроизводит их экспериментатор, реконструктор древних технологий Николай Васютин. Он проведет для всех желающих мастер-класс «Пилим гранит медной пилой, как древние египтяне». Да, возможно, у вас тоже получится этому научиться. И далее в 5 часов 55 минут, то есть уже ближе к закрытию нашего музея, будет лекция Сергея Маркова. Кто сильнее? «Искусственный интеллект против естественного невежества». Вы, наверное, смотрели фильм «Терминаторы. Восстание машин». И если вы хотите узнать, возможно ли повторение этого ужасного сценария, восстанут ли против нас роботы, или наоборот, нас ждет эра роботов, которые будут чувствовать и помогать нам, я советую вам посетить эту лекцию, чтобы развеять хотя бы часть из этих страхов. Как видите, сама программа у нас очень насыщенная, и мы очень бы хотели, чтобы больше людей имели возможность как раз это все услышать и увидеть. Мы проводим подобную трансляцию уже во второй раз. Первый раз мы проводили такую трансляцию в январе, а сейчас решили повторить этот удачный опыт. Технически все тоже работало замечательно, и пригласить уже народа гораздо больше. Если у вас есть вопросы, самое время их задать. Да, я здесь за аудиторией сижу. Влад Воробьев, шеф-редактор проекта, за кадром. А вы обычно, Мария, в кадре ли за кадром во время этих мероприятий? А обычно во время этих мероприятий я именно организую техническую часть сопровождения, организацию, чтобы все было на месте и ничего в последний момент не сломалось. А я думала, вы зажигаете ребят, потому что вы как хорошо говорите, их увлекаете лазерами и так далее. А нет, лазерное шоу у нас это в планах нашего музея, и это совсем другой проект. Ну, вы как бы очень популярно писали все эти мифы. Между прочим, я жертва этих всех. Я считаю, что это альтернативная версия на официальную науку. Почему бы и нет? Потому что наука не отвечает на многие вопросы. Разве нет, Мария? На самом деле, наука отвечает на гораздо большее количество вопросов, чем кажется обывателю. Проблема в том, что, во-первых, требуется как минимум приобрести книгу. Это уже требуется пойти в магазин и совершить значительные усилия. А самое главное, эту книгу требуется прочитать. Кроме этого, дело в том, представьте себе, лжеученые тратят гораздо меньше времени и сил, собственно, на научные исследования. Они могут потратить себе время и силы на выдумывание очередной прекрасной теории о том, прилетели мы с Сириуса или, например, с Альфа-Центавры. И, конечно же, при прочих равных, лжеученый будет выглядеть более выигрышно, потому что его теория будет более броская. Но это не означает, что наука обязана сдаться мракобесию. Это, во-первых. Во-вторых, знаете, положение о том, что якобы лже-наука никому не мешает, ошибочно. Буквально сейчас, когда я ехала в вашу редакцию, мне довелось краем уха услышать разговор двух старушек. Женщины довольно больные, они друг другу жаловались на слабость. И одна другой произнесла безумно убежденно. Сегодня 15-е лунные сутки, поэтому сегодня надо есть очень-очень острое, только не лук. Произнесла она это несколько раз, потому что 15-е лунные сутки, и ни в коем случае не ешьте лук, но ешьте острое. Откровенно говоря, мне, как человеку, изучавшему биологию, откровенно говоря, стало жаль собеседницу этой старушки, потому что если есть в пожилом возрасте очень острое, то может случиться приступ холецистита или изжоги. И, тем не менее, 15-е лунные сутки. Так или иначе, но лженаука может представлять опасность, в том числе и для здоровья ее адептов. Но, тем не менее, вот эти все архетипы поп-культуры, они теперь помогают привлекать молодежь, потому что именно через них же вы завлекаете сейчас, говорить, а кто нас изобрел? Может, инопланетяне сделали нас с помощью кода ДНК? Нет, я считаю, это как раз отвратительно, использовать лженаучные приемы, как забрасывало. Одно дело, когда это фантастический боевик. Если человек хочет смотреть фильмы Майкла Бея, пускай он смотрит фильмы Майкла Бея, и считает, что и трансформеры, и мы созданы великой расой с Кибертрона. Но мы на самом деле гораздо более удивительные существа. И известны находки, допустим, окаменелости возрастом порядка 3,5 миллиардов лет. И это на самом деле гораздо удивительнее, чем любые инопланетяне. Наш музей имеет подлинные экспонаты, в том числе и экспонаты, относящиеся к протерозойской эре и даже к позднему архею. Это гораздо удивительнее, потому что наша история гораздо древнее, чем нам кажется. И немножко не в том смысле, в каком считают лжеученые. Про сплав виртуальных выступлений и живых выступлений. Мне кажется, это не просто классная идея, это отличная идея, это будущее музея. Потому что, смотрите, у нас есть Пермская филармония, у них есть живые концерты, есть трансляции. По всему Пермскому краю, например, можно транслировать. У вас также сейчас живые, яркие сотрудники, как вы, которые всех разнесут, все наши мифы разнесут. Пока идет пауза между трансляциями и во время трансляции, наши, как сказать, боги науки, наши главные, как сказать, мозги, вот этих всех. Я бы не сказала, что наши ученые сейчас стали богами. Если вы посмотрите телеканал, допустим, ТВ3, настоящий, мистический, то там огромное количество того, что называют мракобесием. И настоящие ученые зачастую страдают от того, что, когда их приглашают на этот канал, потом их слова монтируют, и получается то, что они говорили то, о чем, о каком виде они могли подумать. Что они поучаствовали в неком комплекте. Более того, телеканал, собственно, извините, сайт и портал антропогенос.ру как раз примечательны тем, что они кое-что против этого делают. Руководитель портала, а также, кстати, автор этой забавной книги, Александр Соколов провел свой небольшой эксперимент. Он приходил на этот телеканал, давал там интервью, но при этом он очень старался следить за своим стилем речи, чтобы его не могли смонтировать. По итогам этого интервью он сделал довольно забавный телефильм под названием «Территория мракобесия». Я очень вам рекомендую посмотреть его на ютубе. Там есть прекрасная фраза, что мы не несем свет науки, нам просто нужно, чтобы вы сказали так. Поэтому я бы не стала относиться к уже научным каналам как к чего-то хорошему. А вот РЕН-ТВ забивает мозги настоящим компотом про планетян, которые руководят американцами. А американцы нам вредят. Это уже геополитическая фэнтези. Разумеется. Ну, ребят, фэнтези должно находиться на полке фэнтези, наука на полке науки. Не надо их смешивать. Есть, что называется, десерт и кремовые, допустим, тортики. А есть селедка под шубой. Не надо их валить в одну тарелку. Но ваши, получается, профессора, это как бы не просто селедка под шубой. Да. Это очень мощный бифштекс. Нет, может быть, это какие-то французская высокая кухня? Нет. Они очень научно-популярно излагают свои мысли. То есть они следят, чтобы не использовать слишком большое количество терминов. Более того, большинство из людей, которые придут на форум «Ученые против мифов», как раз имеют уже опыт публичных выступлений и введения научно-популярных блогов. Ну, трансляция, можно смотреть в интернете, она платная, стоит, по-моему, 200 рублей, да, сейчас, для всех, кто дома сидит. А если к вам прийти, стоит билет в музей, сколько? Она стоит всего лишь билет, извините, в музей, он, да, гораздо дешевле. 100 рублей. Это, во-первых, сколько? 150? Вообще, это вы можете увидеть на сайте. На самом деле, дети до 18 лет могут пройти бесплатно. До 18? До 18 лет. Мы уже опоздали. Ну, да, но я думаю, если вы наденете бантик, оденетесь соответствующим образом, вас пропустят. Да. А вот, то есть, в принципе, молодежь и студенты, то есть, самая экономическая, скажем так, уязвимая часть населения может либо пойти по студенческому билету, это всего 70 рублей, либо вообще пройти бесплатно. Ну, и по логистике трансляции, там стоят большие мониторы у вас, получается. А у нас стоит один очень крупный телевизор, с которого безумно удобно смотреть любые трансляции на мягких, пушистых, белых диванчиках. Кроме этого, у нас есть большой и очень качественный видеопроектор с качественным направленным звуком, с которого можно смотреть трансляцию по всему залу. Поэтому, если так случится, что вам не с кем, допустим, оставить ребенка, но вы все равно хотите посмотреть трансляцию, вы можете прийти к нам. Пока ребенок будет, соответственно, осматривать экспозицию или резвиться в выставке про трагантериевого слона, у нас есть там как раз интерактивные экспонаты для детей, вы сможете свободно, не покидая зала, как раз приобщаться к науке. А между паузами, между трансляциями из Москвы ходить по музею у вас? Да, да. Но вообще, если помечтать, ведь, например, устраивая лекторскую программу, теперь вы можете пригласить любого ученого мира русскоговорящего, да, чтобы он у вас выступил. Но нужны деньги на гонорар ему обязательно, да? Как у вас с этим в музее? На самом деле у нас все гораздо проще. Мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с учеными нашего с вами Пермского края. У нас работают лектории ученые детям, в котором именно ученые Пермского университета, Политехнического университета и различные путешественники делятся своими впечатлениями с зрителями. Более того, на некоторые из этих лектори даже бесплатный вход. Если вы будете следить за группой нашего музея ВКонтакте в социальной сети, вы не пропустите объявление об этом. Ну и кроме этого, вы можете прийти к нам на лекторию ученые против мифов, оставить свой e-mail, и мы любую информацию будем вам пересылать. Ну а все-таки про иногородних и иностранных гостей, ведущих светил, тоже есть можно, да, потенциально? Да, более того, у нас уже время от времени выступают... Есть патроны, так сказать, спонсоров музея, которые могли бы платить таких дорогих гостей? Пока, пожалуй, все-таки нет. То есть это можно решить за счет грантовой системы, за счет патронажа, да. Но на самом деле, замечу, что ученые сами очень часто идут нам навстречу. Например, во время детской палеонтологической конференции, которая у нас проходит ежегодно, в начале осени, к нам приезжала Сильвика Раскен. Это французская женщина-палеонтолог, которая как раз специализируется на великих вымираниях, в том числе и в Великом Пермском вымирании. Она проводила у нас в музее лекцию на французском языке как раз о вымирании, которое происходило в конце Пермского периода, Пентриасовом, самом страшном вымирании на планете. Ее лекция так и называлась, когда жизнь почти остановилась на земле. И, честно говоря, зал был полон. Лекция, хотя и проходила на французском языке, ее транслировали, синхронно переводили на русский язык. И да, было очень интересно, в общем-то, и взрослым, и детям. Ну и потом людям было просто приятно настоящую живую француженку расспросить о ее работе. Ну, кстати, вот я вижу вот у вас, в частности, Мария, в вашей сейчас программе спокойно. Вот можно сделать. Мы сейчас сидим где. Кто этот проект придумал, я приглашаю гостей. А техническая это начинка от Magic Scope. Они вам могут сделать канал, куда загружаете все архивные ваши видео и ставите на сайт этот канал. Он не как плейлист, он как играет круглые сутки. То есть настоящий канал 24 часа в сутки. У вас уже есть материал для этого, мне кажется, контент. Прекрасно. Да, есть. Более того, у нас одно время был проект по цифровке, скажем так, вот этих вот выступлений, которые проходили на базе нашего музея. Но, откровенно говоря, это надо согласовать с вышестоящим руководством. Но, конечно, нам было бы это интересно. Ну и личное пожелание моё, если у вас ещё этого нет, делайте это, потому что я большой поклонник подкастов, аудио МП3 файлов, которые можно скачать и слушать, гуляя по лесу где-то здесь, в Перми или по улицам, неважно где. Вот это очень хорошо. То есть все нонфикшн книжки я слушаю в таком варианте, по-английски, конечно, а не по-русски. Потому что по-русски есть уже много хороших изданий таких, но как бы общий мировой уровень, да, конечно, англоязычный нонфикшн, к которому нам ещё стремиться и стремиться, но мы уже хорошо подбираемся к нему, да, как вы сказали. Да, конечно, всегда гораздо больше того, что называют лженаучная литература, и в целом в интернете гораздо проще наткнуться на лжеучёных. Но я могу заметить, что мы не сдаёмся, и действительно год от года публикуется всё больше интересных, качественных, научно-популярных книг. И гораздо больше молодёжи интересуется и наукой, и просвещением. И более того, действительно регулярно записываются подкасты, и в том числе действительно озвучиваются интересные научно-популярные книги. Так что, возможно, мы тоже попробуем этот формат. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...